Мы уже отдыхаем несколько дней и снимаем для вас видеоконтент. И естественно мы сейчас будем наше видео миксовать вместе с экскурсией. С детьми поехать в эту экскурсию. Это остров обезьян плюс термальные источники. Вот дорогие друзья, наступило утро и как мы договаривались мы едем на экскурсию. Остров обезьян и термальные источники комбинированы. Выехали мы на экскурсию из бухты Сяншуй. Ехать нам до острова обезьян не так уж и далеко. Примерно на вот таком автобусе около 20-30 минут не более. Ну вот друзья, как и обещали, мы поехали на экскурсию остров обезьян. Мы совместим с термальными источниками. Мы уже доехали сюда, ехать было не очень долго. Возьмем билеты. Обязательно на эту экскурсию возьмите с собой паспорта. Без паспортов сюда не пускают. Добраться до острова можно двумя способами. Первый это фуникулер, второй это на катере. Мы сейчас пойдем на катере, потому что была большая очередь. А обратно поедем вот на таком фуникулере, вот по такой горе. Будет очень интересно. Здесь в принципе быстро добирается, а корабль только успел развернуться. И все, мы уже причаливаем бирсу острова обезьян. А вот отсюда будет шаттл бас. То есть автобус, который довезет нас до экскурсии непосредственно, до самого острова обезьян. Ну и как говорил, обратно мы вернемся вот по той дороге. Мы прибыли на начало экскурсии. У нас сейчас будет сразу представление, потому что он сейчас сразу начинается. Мы сейчас сначала посмотрим представление с животными, а потом уже пойдем гулять по парку. Сразу дам совет, не складывайте с собой в пакеты ничего. Иначе обезьяны уже на дежурстве, чтобы растормошить ваши пакеты. Лучше все сложить в рюкзак. Ну вот, мы на представлении. Они с велосипедами делают всякие трюки. В общем, интересно, полный зал, как обычно. Есть специальное расписание, когда проходит время. Вам обязательно гид скажет, если пойти с экскурсией во сколько проходит. Если нет, я сейчас в инстаграме выложу и в белом видео о расписании. Данное шоу программы на острове обезьян. Так что смотрим дальше. Но вообще я не вижу смысла сейчас показывать вам все представление. Потому что если вы будете сами, вам будет не так уж интересно. Поэтому давайте, наверное, представление закончим и пойдем дальше. Представление достаточно короткое. После него предлагают всевозможные платные услуги. Приграют пирусы с попугаем, проехать на пони и так далее. Ну а мы идем дальше смотреть парк, зачем мы сюда и приехали. На обезьян. Вот здесь расположена клетка. Это обезьянья тюрьма. Здесь сидят обезьяны различные. Например, вон та, что напала на туристов. Другая, что отжала мобильник у туристов, которые здесь были. Поэтому они все особо опасные и сидят здесь. Это обезьянка. Как видите, очень популярное место. Здесь много и русских, и особенно китайских туристов. Это вот карта парка. Понимаю ваше желание накормить здесь любую обезьяну. Но не рекомендую этого делать, потому что они потом начинают драться за эту еду. И в итоге можете пострадать именно вы. Могите, что на зубы стали? Поэтому самый лучший вариант – это понаблюдать за ними со стороны. Здесь, конечно, много есть интересного. Много интересного вы видите, как они бегают с детенышами. Просто едят еду и так далее. Ну а если вам захочется сфотаться вот с такой вот обезьянкой, после вот этого шоу всегда есть возможность сфотографироваться с безопасными и спокойными обезьянками и получить какие-то интересные фотографии. Ну вот, друзья, мы посетили еще одно представление про обезьян. Мне показалось это представление более даже интересное. Какое такое смешное, юморное. Дальше можно походить погулять, купить сувениры, что-то купить, перекусить. Еще один момент – не ходите сюда с едой, потому что вы думаете, что вы едите сами ее, а она только у вас. Но обезьяны ее быстро заприметят и начнут отбирать, а еще за нее драться. Поэтому постарайтесь выдержаться от всякого употребления еды на этой экскурсии. Или здесь есть специальные клетки вот такого плана, но они в другом месте расположены, которые вы можете зайти, закрыться, поесть, и то обезьяны, то не попадут. Вот здесь еще делают дегустацию кофе, поэтому, если хотите, пожалуйста, без проблем можно продегустировать, купить. Здесь будет и кокосовое молоко представлено, и кофе. Ну, как обычно, история на всех экскурсиях. Ну, вот, что хотел сказать, друзья, что этот остров обезьян все-таки более культурный. Видите, есть тропинки, есть всякие возможные шоу, тюрьма для обезьян, просто спа для обезьян и так далее. Поэтому здесь очень интересно, в отличие, не знаю, от Таиланда и Вьетнама, где просто приезжаешь на пустыну в острове дикие и голодные обезьяны, здесь как-то все организовано, можно посмотреть все. Не знаю, мне очень нравится на этом острове, здесь как-то все живо и организовано. Хочете воды? Нет, не хотим, говорит. Вот обезьянка отжала что-то у кого-то и пьет. Тут на острове обезьян можно купить себе интересный сувенир, вот такую вот обезьянку. Ее можно вот так вот повешать, я вам сейчас покажу. Она здесь на липучках, вот так вот и ходить. Стоит, кстати, всего 25 юаней. Вот здесь будет фуникулер, на который мы поедем. Выглядит все вот так. Сейчас наша очередь дойдет и мы поедем вот так в гору, высоко-высоко. Они открытые, но безопасные, поэтому не переживать за это. Наша кабинка подъехала, мы летаем. Скорей, 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 скорей. И папа забегает. Все, мы упаковались. Все будет хорошо, не волнуемся. Темка, ты готов? Да. Ну что, готовы лететь? Да. Соня, готовы? Соня, 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 вы готовы лететь? О-о-о-о, мы пошли на взлет. Мы пошли на взлет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот что очень примечательно, когда вы поднимаетесь на пуликулёре, а вот открываются отличные виды, а вот на пуликулёре вот здесь мы подлетели, с нами открывается огромная панорама города. Вот мы все и приехали, выходим с пуликулёра, всей нашей дружной семьёй, и идём за фруктами. Мы пошли за фруктами, это чья инициатива? Конечно, гида, да, то есть, чтобы всем было интересно, он перейдёт в места, где обычно покупают туристы фрукты для себя. Ну а дальше мы пойдём в термальные источники, где у нас ожидает обед, ну и релакс. Так что пойдёмте, посмотрим фрукты. Как оказалось, на фруктовом рынке есть не только фрукты, но ещё и рядом продают морепродукты. Достаточно огромный большой выбор, всё в одном месте, хорошие цены, и мы тоже купили себе немного морепродуктов. Ну и сразу отвечу на ваш вопрос, где мы собирались готовить морепродукты. Всё очень просто, есть плита у нас с собой, мы можем приготовить это в номере. Если у вас такого с собой нет, вы можете обратиться в отель, в ресторан, и примерно за 15 юаней вам приготовят любые морепродукты без проблем. Да, это креветка настоящая, смотри. Да, смотри. А три какие они. Смотри. О, краб настоящий. Всё, мы потрогаем. Друзья, слушайте, действительно, этот огромнейший выбор морепродуктов. Креветки, крабы, всевозможных видов. Вот такие, вот такие. Можно взять, посмотреть, не знаю, что такое. Эта штука какая-то стоит 3,5 килограмма. В общем-то, всё недорого. Смотрите, какие ещё чудики морские есть. Живности, любой хватает. То есть, наверное, дать вид, у нас здесь самый большой выбор. Да. Друзья, как вам такой крабик? Смотрите, настоящий, живой. А где их готовить вообще можно? Где их готовить можно? Можно приготовить здесь, но, как правило, на экскурсии времени не бывает, поэтому их можно взять и приготовить уже непосредственно в отеле попросить. Так что, никакой проблемы нет. Покупайте без проблем. Вот моя любимая купила кокос. Вкусненький. Ну и, соответственно, друзья, здесь огромный выбор фруктов и овощей. То есть, всё здесь на этом рынке есть очень много в избыточном количестве. Как и говорил, отведайте, пожалуйста, китайского манго, а не тайского. Это очень классный фрукт, очень крутой, берите помягче, так что рекомендую. Возьмите, не пожалеете. Дуриан. Его в самолёт нельзя, с собой тоже вывезти нельзя. Можно только попробовать в той стране, где он продаётся. В Китае такой стоит 24 юаня полкилограмма. Один примерно выходит где-то на 100, 120, 150 юаня, несмотря какой будет размер. Примерно так. Вот как раз можно попробовать дуриан. Много чего говорят, он очень приятный по вкусу. Ну, кстати, всем по-разному, не знаю, от чего это зависит. Очень вкусно. Всё, сделали все покупки на рынке после острова обезьян. Мы выдвигаемся в термальные источники. Итак, после острова обезьян мы приехали на термальные источники. Нян Тьен. И сейчас мы все вместе пойдём принимать ванны. Пойдёмте. Вот, наша семья уже залезла в одну из ванн. Сейчас посмотрим, сколько температура в термальных источниках в ванне. Уже показывает 43 градуса. Пробуем. Ооо, это как в очень-очень горячей ванне. Долго здесь не просидишь. Вот ещё один совет вам сразу дам. Если вы планируете поехать на термальные источники, делайте в первые дни. Потому что если вы подгорите, а в особенности как я, допустим, немножко подгорел, просто вчера долго ходили по бухте Сяншуй, то будет ещё хуже. Поэтому если в вашем плане есть термальные источники, едьте лучше в первый сразу же день, во второй максимум. Пока вы ещё не побыли очень много на солнце и не сгорели. Смотрите, я жертва загара и мы уже здесь пять дней. Поэтому сейчас мне будет чуть нелегко, но я это всё равно сделаю, потому что мы зря приехали в термальные источники. Спину жгёт, но вообще ощущения приятные. Очень тепло, как в тёплой ванне. На свежем воздухе лежишь, отдыхаешь. А мы находимся с вами на источниках Нянтьен. Они находятся ближе к Санья. Мы сюда приехали после экскурсии. И теперь мы здесь расслабляемся, отдыхаем. Здесь мы будем до пяти часов, примерно до полшестого даже. И потом поедем к себе уже в отель. Так что это очень хорошая экономия времени и насыщенный день. Поехать с утра, получить эмоции, подняться на фуникулёры и посмотреть забавных обезьян, шоу. А потом приехать и расслабиться в термальных источниках всей семьёй или одному уже. И просто отдохнуть, слушая музыку и пение птиц. Надо 10 секунд протерпеть. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Как ты это делаешь? Я прыгала. Ничего себе. Мама до сих пор съесть не может горячую ванну. Друзья, мы специально взяли вот этот забавный градусник, как я его показывал. И мы замерили температуру, сколько всё-таки это вода в термальных источниках. Здесь показывает практически 42 градуса. Если вам видно, друзья, 42 градуса в термальных источниках вода. Это примерно как дома в горячей ванне. Лежите, отдыхаете, только эта вода идёт под земли. Почему она вообще здесь появилась? Остров Хайнань – это остров вулканического происхождения. Раньше здесь был вулкан. И после того, как он уже потух, здесь образовались термальные воды. И вот в тех местах на Ханань, где есть термальные источники, построены несколько отелей. В том числе и этот отель Нантьен. А теперь мы пошли в бассейн с рыбками. Мы сейчас зайдём к ним, они нас будут… Это как в Таиланде, рыбки, помните, да? Только они уже очень большие, отъелись. Вот так можно сидеть, кормить рыб ногами. Они будут тебя есть, а ты будешь кайфовать. Они здесь такие огромные, это не Таиланд вам. Даже как-то странно. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Да, забавно эта процедура, конечно. Ну еще заходим в бассейн с маленькими рыбками, где можно лечь, полежать. И они облепят вас со всех сторон. Да, с маленькими рыбками гораздо лучше. Они чуть-чуть щиплются, зато по всему телу. Вы принимали ванну из ароматного чая? Нет? Так вот, Нантьяне, пожалуйста, можно это сделать. Чувствую себя пакетиком чайным, который опускается в кипяток. А потом с сахаром, который растворяется. А здесь у нас ванна, кокосовое молоко. И немножко и выглядит как кокосовое молоко. Ну-ка. Тоже горячее, но уже попроще после чая. Да, и пахнет кокосовым молоком, все верно. Да, пахнет так вкусно. Чувствую? Да. Обычная джакузина, какое название? Точник сарфинга. На всей территории термальных источников Нянтьян расположены такие чайники. Это местный хайнанский чай. Пожалуйста, пробуйте, пейте его бесплатно. София, пожалуйста. Ну вот и все. Мы переоделись, сделали релакс, отдохнули, покупались в разных ваннах. Здесь их более 38. Начинаю чайный, заканчиваю кокосовый. Все, идем сдавать ключи на ресепшн и выезжаем в отель. Время у нас пол шестого. Примерно 30-40 минут и будем в отеле в бухте Сян-Шуй. То есть, как и по плану и планировали. С 8 до 18.00 продлился этот тур. Так что все отлично, хорошо отдохнули. Едем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА